Жизнь Анастасии Заворотнюк сильно изменилась после того, как у них с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, появился долгожданный общий ребенок, дочь Мила. А вскоре звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» узнала, что смертельно больна. С тех пор, как общественности стало известно о неутешительном диагнозе артистки, ее семья закрылась от журналистов. Что происходит с Анастасией Заворотнюк, остается только догадываться. Не так давно появилась информация о том, что актрисе стало лучше, и она якобы даже стала выходить на прогулки. В то же время ее старшая дочь Анна призналась, что артистка тяжело больна. Онколог Андрей Пылев прокомментировал ситуацию, в которой оказалась звезда сериала «Моя прекрасная няня». По его словам, основным этапом лечения глиобластомы является хирургический. Если есть возможность удалить опухоль, от нее избавляются. После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии. Уже после – химиотерапии еще несколькими циклами. Лечение данного заболевания, как в принципе и всех онкозаболеваний, жестко регламентировано и понятно, отметил специалист. Он подчеркнул, что этот вид онкологии является одним из самых агрессивных. При таком виде рака нередки рецидивы, и в этом случае опухоли также удаляются. Онколог напомнил, что это коварное заболевание может долгое время протекать без симптомов. Нужно обращать внимание на жалобы пациента. Если есть какая-то неврологическая симптоматика, нужно обращаться к неврологу. И уже после МРТ картина будет ясна. Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у 2-3 человек на 100 тысяч, сказал эксперт.